Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наш утренний эфир. Сегодня у нас много гостей, и ещё вот сейчас одна гостья у нас уже в студии руководитель агентства Рига-2014 Диана Чивла. Здравствуйте! Здравствуйте! И вот мы дождались этого события, события, которое в ноябре все очень ждут, потому что ноябрь месяц, как известно, депрессивный, серый, мурый, мрачный, да, уже с трудом-с трудом как ты его доживаешь в последний осенний месяц. И тут вот этот вот замечательный фестиваль, который освещает всю Ригу и поднимает там настроение, называется он Старого Рига, вы знаете, прекрасный фестиваль, и в этом году он тоже будет проходить. И открывается он... Уже завтра? Уже завтра. Уже завтра, 6 часов, я думаю, что все, я прям могу пригласить всех выйти на улицу и просто смотреть объекты, поскольку фестиваль Старого Рига, это как будто такая, ну, я могу сказать, такая большая выставка. Мы идем по городу и смотрим объекты как выставки. Все эти объекты каждый год в конкурсе мы получаем предложение от артистов и тогда выбираем то, что мы можем делать такую, ну, интересную программу для фестиваля. То есть в течение года решается, да, что будет участвовать, кто будет участвовать в этом фестивале? Ну, обычно летом мы решаем и тогда уже разрабатываем проекты. Но ведь каждый год же разные участники, не только постоянные, но и другие добавляются. Да, маршрут меняется. А постоянно есть участники или каждый год новые? Участники, но участники... Ну, объекты, скажем так. Так, скажем так, эти группы, которые делают объекты, уже, мы можем сказать, есть такие легендарные группы, которые делают объекты. А объекты сами по себе меняются? Сами объекты, но дома стоят там, где они стоят. Да. Но объекты или, ну, эти световые объекты меняются, каждый год новые объекты. Ну, вот к нам даже недавно приходила художница Илза Вотыня, она тоже участвует вот в рамках этого фестиваля, своей выставкой и галереи. Светящиеся картины. Да, как раз светящиеся картины. Ну, расскажите, что в этом году может быть такого интересного и традиционного? Самое главное, как мы понимаем, это первое в Риге будет эротиум. Да, в Риге первый раз мы сможем увидеть, как они летают. И я думаю, что это действительно будет интересно. Там, ну, такая практическая заметка, что этот полет будет каждой полчаса. Это не будет так, что они там будут кружиться все время в воздухе. Да, уже в пятницу, да? Но уже в пятницу каждые полчаса будет перформанс. Ну, да. И, так что, я думаю, что если вы планируете идти по маршрутам и смотреть объекты, тогда вам должны посмотреть, чтобы вы были круглые полчаса, если хотите посмотреть этот объект. А где он будет, аэротиум? Аэротиум будет на площади Стрелков. Так что там можно подойти. И практически это в карте тоже первый объект. И от этого объекта вы можете начинать свой маршрут. Можно подойти к... Это там на том месте, где ресторан, где в воздухе там обедают, да? Кажется, да. Ну, понятно. Ну, приятно. На площади Стрелков небольшая. На площади Стрелков перед набережной. А какие еще новые будут объекты, вот, неожиданные в этом? Интересный объект будет на Домской площади. И почему он очень важен тоже для нас, всех людей, которые готовят программу следующего года. Это как будто такое приглашение принимать участие в программе следующего года Европейской стилиции культуры. И, конечно, там интерактивный объект, где вы можете участвовать и принимать участие, и видеть, как вы можете сами участвовать, что-то сделать. И есть объекты тоже, очень много в этом году интерактивных объектов, где ты сам можешь что-то сделать. Я сейчас не рассказываю так по очереди, но, например, Верманский парк. Да. Объект, где ты можешь стать дирижером. Это каждый, я думаю, хотел бы попробовать, как это стоять перед хором, и что происходит тогда, когда ты дирижер, когда ты поднимаешь руки, как это... Да, и как это будет выглядеть, вот ты... Вот надо пойти посмотреть. То есть это сюрприз не рассказывается, да? Нет, не буду рассказывать. В прошлом году тоже было вот что-то такое с музыкой, то есть можно было как-то изобразить светом музыку, да? Да, 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 и будет одна как раз вот игра, интерактивная игра. Это очень много объектов расположены на оси улицы Бревибус. И один из объектов у театра Дайлы, в этом перекрестке, где вот такой очень активный перекресток, но там будет такая проекция с игрой, где ты можешь играть янтарями. Ну, там... Вот как раз опять ты должен участвовать, так что... Чтобы понять, что это такое, да? Да, да, да. Как это будет происходить. А вот я прочел, что будет освещена смотровая башня Дворца Культуры Земли, Блазма, которая построена. Да, все. А вот, скажем, Самок Свет, он тоже уже построен библиотекой, он как-то будет освещаться? Вы знаете, я могу сказать, что мы в этом году фестиваль поделили на две части. Одна часть сейчас, в ноябре, другая часть будет, ну... В январе. Мы говорили в ноябре, такой уже месяц темный. Не мрачный смысл пока. Январь тоже мрачный, но не в следующем году, поскольку в следующем году мы открываем программу Европейской столицы культуры. Это будет с 17 по 19 января будет вторая часть, вторая серия фестиваля Старого Рейка, и тогда будет тоже много объектов, и как раз тогда Самок Света будет включен в программу. Так что мы уже так работаем с двумями частями этого фестиваля. Но вот ближайший объект нашему радио это на Эспланаде, а вот этот объект с Эспланаде, который он вызывает много вопросов, он будет стоять всю зиму. Да, мы поняли, что разбирать этот объект и потом снова строить в следующем году это не то, что мы хотим. Мы просто подсвечиваем этот объект, и там тоже будет интересная, интерактивная опять уже проекция, где участвует один из наших художников, это международный проект. Кристо Псансанс, один из тех, который, объект которого уже проходил в многих городах, и в этом проекте вообще участвует 11 городов, где мы стараемся как-то получить партнерство с теми городами, где тоже какие-то активности на интерактивные технологии и включение интерактивных технологий в проектах таких, как Старого Рейка. А вообще вот сколько таких вот партнеров по международному сотрудничеству? Сейчас в этом фестивале будет 5 объектов, но на следующий год, уже на ноябрь следующего года, мы хотим развить фестиваль уже, открыть наши двери еще шире, и это наша возможность, поскольку следующий год Европейской столицы культуры, и мы активно, очень активно участвуем в таких, ну, нетворкингах, где мы можем получить новых партнеров. И что очень тоже хорошо, что объекты фестиваля Старого Рейка уже проходили, и будет проходить в разных фестивалях света по, ну, я даже не могу сказать не по Европе, но по всему миру, поскольку это партнерство очень хорошо развивается. Ну вот известно, что, значит, будет каких-то 6 тематических линий, как я понимаю, во всяком случае, как мы читали, или что-то изменилось уже в этом фестивале? Вы знаете, вот, когда мы подавали тему этого фестиваля, тема была 6 рассказов о радости, но это, как мы подводим наших посетителей фестиваля к программе следующего года, и эти 6 тематических линий, улиц Бривибас, Рижский карнавал, Алкани и Океана, все эти 6 тематических линий, они тематические линии следующего, программы следующего года. И в этом году Старого Рейка как будто подводит, прокладывает дорожку, да, к программе следующего года. А что это вот за программа «Комплект для выживания»? Интересное такое название. Это да, все названия программы следующего года немножко так провокативны. Ну, вообще наша программа на следующий год под названием «Форс-мажор», мы знаем, что когда вот звучат эти слова «Форс-мажор», мы здравствуем и думаем, что случилось. В этот раз мы говорим «Форс-мажор» позитивный. Культура – это очень сильный форс-мажор, который может очень много дать людям и повернуть дела к лучшему. И потому и каждая тематическая линия, и вот вы говорили о «Комплекте выживания», это о том, как мы с помощью искусства, всякого рода культурных активностей можем найти способ пережить какие-то неприятности и найти что-то новое, креативное в своей жизни. — 31 световой объект будет или больше? — В этой первой серии будет 30 объектов. Ну, как мы считаем, поскольку, например, объект, международный проект один находится в двух местах, так что там тоже опять же интеракция между местами. И тогда уже мы начинаем, сейчас уже работаем на вторую часть фестиваля, который будет проходить в январе. — Да, ну вы уже так вот прямо в январе, вы раз все время так на январь туда направляете. — Такой мостик, мостик такой уже. Ну, знаете, мы как организаторы программы Рейга 2014 года уже живем тоже... — 2014 годом. — Да, 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 уже. — И что, весь год уже мероприятия примерно распланированы или еще нет? — Да, да, есть большая программа, и уже можно на нашем сайте посмотреть уже проекты, планировать свой год, когда можно посетить интересные, очень хорошие мероприятия. — И все-таки вот еще вернемся к этому фестивалю, который открывается завтра, вот это первая серия Старого Рига. Я напомню еще раз слушателям, что в 6 часов и до 11, да, будет вот это проходить такая, ну, официальная такая программа. — Да, 4 дня. — А вот эти объекты, они круглосуточно горят? Ну, в смысле, не круглосуточно, темное время суток, или они там выключаются? — Нет, 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 это вот как раз то время, когда с 18 до 23, это время, когда работают. — То есть, в общем, каждые полчаса с 18 до 23 летает? — 23 часа. — В смысле, каждые полчаса, вы сказали? — Каждые полчаса, да. — 18 до 23. — Это каждый день, да, вот это время? — Каждый день. — Каждый вечер, да. — Одинаковое время, да? А вот эти объекты, там, Дворец культуры завода ВЭФ, да, по-моему, и Страздумуевская школа, да, поместье, там, они тоже будут подсвечены, да? Это первый раз в этом году? — Страздумуевская школа, да. — Страздумуевская школа, да, это первый раз, мы действительно рады, что они сами, это их инициатива. — Это их инициатива, вот я хотела расспросить. — Да, да, очень хорошо, так же, как же школа Тейкосвидского, они уже второй раз участвуют. Я думаю, что это очень, очень хорошо, что идет такая инициатива. — То есть это так, что сами ученики школы посвечивают? — Там целая там группа, где они там все придумывают, как это делать. — Ну, Страздумуевская школа, где учатся люди, которые плохо видят или не видят. — Да, и как раз объект тоже такой, ну… — Очень символический такой получается. — Я думаю, что там вот многие рижаны, я думаю, если выберут, пойти посмотреть этот объект, будет там первый раз. И очень хорошо, что объекты не только в центре города, но вот, как вы уже упомянули, это Земельблазма, это Каунцемкватталс, это Межапарк, очень хорошая возможность пойти на прогулку. — Правильно? А что в Межапарке будет? Потому что вот это тоже интересно. Туда, может быть, ну не каждый бы доехал, но тут вот интересно, раз вы там… — А что там будет? А парк, эстраду? — Ну, это эстрада, объект там, ну, куда надо ориентироваться, это, ну, прогулка, если мы подъезжаем, прогулка по, хорошая прогулка по Межапарку, — Ну, и там будет выставляться самый большой, самый, да, самое большое… — Какая корокс? — Знамя. — Знамя нашего государства. — Ну, то, которое было на празднике песни? — Нет, 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 нет. Это очень большая площадь, очень большое знамя. — Да, ну тогда просто на празднике, на заключительном концерте как раз там растягивали флаг, вот очень большое знамя. Это не оно? Другое какое-то? — Ну… — Ну вот и увидим. — Знаете, вот пауза. — Мы можем сравнивать. — Хорошо, а вот скажите… — Ну, один раз он был растянут, но сейчас они… но это было другое, ну, насколько я помню, другое мероприятие. — В любом случае, это красивая громада. А вот, скажем, Лидо Центр Родных, он же так же освещен весь всегда. Что там еще освещать-то? — Ну, потому… Ну, вы знаете, ну, вот когда вот все будут в этих, ну, очень радостных очищениях света, я думаю, что это как раз вот такие объекты, как Лидо всегда работает и очень хорошо и интересно освещен. Всегда делает что-то новое в свое освещение, потому мы очень рады, что они все время это делают и что они рады участвовать в нашей программе. Я думаю, что там действительно тоже хорошая возможность в свободные дни туда подъехать, посмотреть, что в этом году новое. — Ну, и туристические компании, наверное, должны были включить этот маршрут свой вот этот вот как раз вот этот объект. — Ну, и туристические компании, ну, насколько я тоже чувствую, по письмам, по имейлам очень активны, да. — Ну, что, нам осталось еще раз всех пригласить тогда завтра на открытие. Кстати, я сразу сообщу, что наш портал MixNews.lv будет вести оттуда прямую видеотрансляцию, вы можете посмотреть, начиная вот с 6 часов. До 11, наверное, у нас не получится, но какое-то представление вы получите, во всяком случае, для того, чтобы решиться встать и пойти туда. С 6 и до 11, правильно? — Да, каждый день. — Спасибо вам большое. Руководитель агентства «Рига-2014» Диана Чивла была сегодня с нами и пригласила нас на фестиваль «Старая Рига». Спасибо и до свидания. — Спасибо. — Мы сейчас через минуточку, буквально после музыкальной паузы, еще зачитаем вам одно объявление и попрощаемся с вами.